Ребят, всем здорово! Напоминаю, что мы с парнями зарубились, челлендж бросили друг другу вызов прокачать за месяц нижние кубы пресса. Не хочется проигрывать, потому что придется прыгать 400 метров в бёрфи. Так вот, для того, чтобы чему-то научиться, самый правильный способ это прийти к эксперту. А эксперт у нас по прессу кто? Правильно, конечно же, непревзойденный Дмитрий Ешанькин. И сегодня Дима расскажет, как накачать такой пресс. Запустил я тебя в плане. Жирноват. Ну вот верхние кубы есть, а вот нижние спрятались. А у тебя есть кубы? Дай потрогаю. Можно подавать? Можно подавать? А, есть. Вот у него здесь есть и здесь есть. То есть, если эта прослойка станет тоньше, то их станет видно. У меня такая же история. То есть, у меня нижних вообще практически нет. Вот она до пупка, а дальше уже всё. Ну, там есть какие-то связочки. Есть мнение, что пресс это же мышца, правильно? Её тоже можно накачать, добиться гипертрофии, как и на всех остальных других. Полагаю, что да. И кубы, они будут прям вот такие выпуклые, прям очень. Но некоторые считают, что это генетика. Глядя на моего отца, можно сказать, да, генетика. Но если бы я не качал пресс, у меня бы, наверное, его и не было. Но я качал пресс много, долго и делал много упражнений, там много подходов и много повторений. Сегодня ты, наверное, покажешь самые лучшие, эффективные, любимые твои упражнения на прессе. Да. Пост и молитва. Давайте на турничке начнём. Турник, мне кажется, вообще такое универсальное средство, на котором можно накачать всё, что пожелаете, и даже нижний пресс. Простой вариант подъёма ног. Эй! Оу, для начинающих. Стали посильнее, добавили боковые подъёмы. И я не боюсь накачать себе талию. Пусть косые тоже работают. Для спортсменов это хорошо. Следующий вариант, когда вы становитесь более подготовленным, усложняйте. Поднимайте ноги выше. Ух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть я добавляю ещё работу над межрёберными, зубчатыми. И даже широчайшая грудь участвует в работе. Ну и уже, если вам становится скучно, добавляйте какие-то штуки, которые будут отличать вас от среднего посетителя спортивного зала. То есть вы такой. Оп! Ииии... Оп! Ииии... Чуть статики добавить. Ну или вот это вот. Подвинься немножко. Раунд волк называют. Круговые такие. То есть вот чтобы сделать так, по-любому пресс будет сильный и по-любому будут кубики. То есть я к тому, чтобы не стремиться накачать кубики, а сделать что-то более эффектное, а кубики сами появятся. Есть мнение, опять же, что для того, чтобы пресс, ну кубики, мышцы именно выросли, гипертрофировались, нужно качать с дополнительным весом. Чтобы они были больше, я полагаю, что нужно вот эти вот принципы мышечной гипертрофии соблюдать, когда ты качаешься и не жрешь, смысла в этом нет. То же самое здесь, как бы это одно из мест на теле, которое будет расти, если ты спишь, ешь, тренируешься. А вот каким образом? Это может быть или надрыв, как механическое такое воздействие, что-то тяжелое, или что-то взрывное, или это такое утомление, когда ты его закисляешь. То есть все равно это работа. А эту работу ты можешь или выбирать, какая тебе по вкусу, или то, что нравится, то, что по кайфу. Разделяют разные типы волокон. Я в этом не очень разбираюсь. Типа пресс – это выносливая очень мышца и требует определенного подхода к тренировкам. В чем это выражается? В другом количестве повторений, в другом времени под нагрузкой. Пресс – это стабилизатор, то есть он держит. Держит тело все время. Все время. Он все время работает, да. Ну, это нагрузка низкой интенсивности и длительное время. То есть я так полагаю, что нагрузку, чтобы шокировать эти мышцы и дать им какой-то стимул для роста, нужно изменить. То есть делать не низкоинтенсивно и долго, а наоборот, высокоинтенсивно и недолго. Вот. То есть это должно быть или что-то тяжелое, или что-то, что позволяет сократить мышцы за единицу времени, и включая большее количество волокон, или делать вот такое закисление. Некоторые спорят, есть нижний пресс, нет нижнего пресса. Это спор тысячелетия. Да. Но дело в том, что когда я поднимаю ноги, у меня даже иногда сводят вот эти куски. То есть прямо она… Я могу вот сделать там, не знаю, 30, 40, 50 повторений, его сведет. Не хочу. Не буду. Вот такие короткие подъемы. И тоже, когда это становится легко, добавляете… У-у-у-у, подъем таза. То есть таких повторений можно сделать 45. Мне нравятся такие варианты, но у некоторых прямые будут быстрее выключаться, да. Квадрицепс. Как ты накачал, говорит, такие квадрицепсы? Ты знаешь, ноги поднимал. Ноги поднимал. Ну, здесь скорее вот подвздошно-поясничные вот эти участки. Но, тем не менее, пусть они тоже участвуют в работе. А вот в упоре на брусьях? Или в упоре, да. Так я тоже могу сделать много раз. Но, чтобы сделать интенсивную работу, то надо или подержать, или сделать что-то такое тяжеленькое. Отлично! Это было упражнение топ-5 номер два. Идем дальше. Подъемы ног. И тоже несколько вариантов по настроению, так скажем. Самый простой. Если это легко, добавляете подъем таза. И чуть статики. Если это легко, то вот что-то подобное. Выключаем из работы ноги. И работаем только за счет наклона таза. Если здесь сокращение происходит за счет приведения грудной клетки, то это как бы обратный подъем. И основная нагрузка ложится как раз на нижнюю часть. Блин, какие классные зимы у тебя тут были вообще. Просто загляденье. Просто загляденье. Просто можно заглядеться и забыться. Потом очнуться, спустя несколько часов, и пойти есть тортики. То, что я говорил про взрывную какую-то работу, это любые броски. И даже слэмбол, когда ты делаешь... Здесь идет такое мощное сокращение. То, что нужно в спорте. Бросание, например. Это же как раз стабилизатор, который выполняет эту работу. Да, в борьбе то же самое. Регбисты много используют. Резину. То, что позволяет. Тут как вариант, например. Это может быть резина или тренажер, когда вы сокращаете. Или резко в темпе, или работаете. Бам! Такая больше спортивная работа. Или любые виды структов. Задача сократить, сжать. Скруглить спину. Конечно. Да, и вот особенно в упражнениях лежа нужно следить за тем, чтобы поясница была прижата, а копчик чуть приподнят. Тогда сокращение будет сильнее. Одно из моих любимых. Это не совсем нужно для кубиков. Но это то, что позволяет увеличить интенсивность работы. И не позволит тебе расслабиться во время выполнения упражнений. Да, сейчас ложишься. Руки за голову и ни в коем случае не отпускать руки. Ноги могут быть прямые. И каждый удар ты встречаешь выдохом и сокращением. Я слегка. Давай, слегка. Он не может расслабиться. Если расслабиться, это будет очень больно и неприятно. Можно даже обосраться. Есть. И вот это мое любимое. Давай, начнем с небольшой высоты. И с легкого веса. И постепенно можно увеличивать. Готов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я чувствую себя ван дамом просто. Это еще массаж усиливает кровообращение. И вам не надо ходить на процедуры к косметологам. Тратить бабулечки. А в солярий надо? В солярий, говорят, вредно. Но в солярий можно ходить по-маленькому. Так вот, Дима, как совместить, скомбинировать все эти упражнения в тренировку? Неужели нужно делать все за одну тренировку? Я бы начал с самого простого. Скажем, простые варианты этих упражнений. Можно чередовать или делать на каждой тренировке одно и чередовать, ну, то есть менять каждую тренировку. Или можно попробовать на одной тренировке сделать как круг из этих, там, пяти упражнений. И сделать поначалу, там, один-два круга, потом три или пять. И так дойти до десяти. То есть подходов сколько получится? Пятьдесят? Пятьдесят подходов, да. Средней интенсивности. Хороший вариант. Хороший объем. Часик. Ну, если хотите прям суперпресс, то надо его так подолбить часто. Это мышцы выносливые, поэтому можно ее тренировать хоть каждый день. Ну, а вообще, друзья, мы сегодня приехали снимать программу с Димой для нашего сайта eugipto.ru. Совсем скоро она уже появится и будет доступна в подписке. Переходите по ссылке, которую вы увидите внизу этого видео. И вы первыми узнаете, когда программа появится на сайте и сможете уже начать тренироваться. Начинайте уже тренироваться! Субтитры сделал DimaTorzok